Александр Гефест 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 Глобальных периодов Про каждую мы в общем-то 5 минут сейчас посвятим Первый период это период правления Александра Первого Он же Александр Благословенный Правит наш с вами герой В 1801 по 1825 год Александр был сыном Павла Внуком Екатерины Великой Считается что он не особенно Жаждал власти Такой вот он был специфический для своего времени Да и вообще наверное правитель Принимал косвенное участие в заговоре против отца Правда убивать Павла не хотел Да если мы с вами вспомним Жизнь Павла оборвалась После того как его ударили табакеркой в висок Вот и Александр Первый Знал о заговоре дворянства против Павла И даже принимал в нем участие То есть согласился на то что ему потом Дадут этот монарший венец Потом о своем этом решении Сильно жалел считал себя отца убийцей Вот современники считали Александра Весьма красивым молодым человеком Да считали его в то же время и тщеславным И двуличным Да Пушкин о нем вообще нелицеприятно Отзывался называя его Пляшивым щеголем и врагом труда Да Пляшивый щеголь враг труда Нечаянно пригретый славой Над нами властвовал тогда Это вот как раз про Александра Первого Александр Сергеевич говорил Вот правление Александра Традиционно делится на ведь части Это до Отечественной войны 12 года И после да Отечественной войны Та которая с Наполеоном Вот поначалу Александр был Прогрессивным монархом Выступал за реформирование всех Скажем так уровней жизни Русского общества Всех сфер жизни Но после Отечественной войны Понял что в общем-то И в реакции В консерватизме Есть своя прелесть Поэтому реформы у нас После 1815 года Начинают сбавлять темпы Обороты Да и в общем-то Сводятся на нет Согласно официальной версии Александр умирает в Таганроге В результате внезапного приступа Хотя есть конспирологическая теория Что он вот не умер А настолько преисполнился В своем желании Вот не править Да он же не хотел править Как мы с вами уже поняли Что вот решил инсценировать Свою смерть А сам преобразился В старца Федора Кузьмича И пошел там по Сибири Шагать В общем-то Поражая местных Чудодействием Своими способностями Знаниями языков Политической конъюнктуры И прочее и прочее Федор Кузьмич считается Святым в Русской православной церкви Местничтимым святым Вот И собственно говоря Есть версия Что это наш с вами император Вот так выглядел Александр Первый Да на одной из самых Известных картин Кстати здесь Он изображен на лошади Эклипс Которую ему подарил Наполеон В свое время Во время их первой встречи На этой же лошади Александр Первый Въехал в покоренный Париж По окончании Заграничных походов Русской армии Ну вот такой символизм Самое главное по Александру Что мы должны знать Да Во-первых Это создание Негласного комитета Круга приближенных Александра Первого Да Одним из участников Негласного комитета Являлся Михаил Спиранский Мы о нем должны знать Тоже особливо Да Это такой реформатор Очень важный Административный деятель России Первой половины 19 века Также при Александре Появляются министерства Они заменяются на коллегии Вот с тех пор Мы с министерствами Плюс-минус и живем Также Александр издает указ о вольных либо пашцах Это такой приятненький указ По которому дворяне могли отпускать на вольность своих крестьян Вот С выкупом Да И с землей Ну в общем Хорошая очень история Да Еще один шажок к отмене крепостного права Правда шажок очень робкий По внешней политике Что можно сказать Такого значимого Россия воевала примерно со всеми В период правления Александра За первое десятилетие у нас были войны с Турцией С Ираном Со Швецией И две антифранцузские кампании Против Наполеона Правда кампании неудачные Как раз после второй кампании был заключен Телезитский мир Да Состоялось свидание Телезитская Александра и Наполеона Они там вместе в десна лапзались Друг друга друзьями называли Но в целом Обе страны уже тогда начали готовиться К тому что грянет через пять лет Я говорю конечно про отечественную войну 1812 года Долго про нее расписываться не буду Да Сейчас мы ее отдельно чуть-чуть пройдем Вот Ну и собственно говоря Еще две внутриполитические меры интересные При Александре Которые на ЕГЭ могут спросить Это учреждение государственного совета Да Такой орган власти По сути должен был стать верхней палатой парламента Но стал вот просто не весь чем Да Такой орган власти Существовавший в России около столетия От него практической пользы не было Это по сути было такое собрание Умудренных опытом государственных деятелей Они там перетирали всякие насущные вопросы Вот И советовали императору как ему поступать Ну в общем продуктивность под сомнением Вот И в 15-м году была введена конституция Но не во всей России к сожалению А только лишь в царстве польском Это Та часть Польши Которую мы присоединили по итогам наполеоновских войн Вот Отечественная война длилась неполный год С июня по декабрь 12-го года Крупнейший конфликт на тот момент Между Наполеоном и Европой под его началом И Россией во главе с Александром Первым Французы в ходе конфликта смогли дойти до Москвы Захватили ее Вот Однако потом оказалось Что это был неправильный шаг с их стороны Они попали в ловушку И были наказаны за это Через месяц они были вынуждены Из нашей старой столицы отступить И вот эта великая армия Наполеона Да, которая 650 тысяч человек составляла на момент вторжения в Россию Она начала стремительно растворяться Вот Отступать из Москвы И в итоге обратно границу пересекло лишь порядка 30 тысяч человек Вот настолько сильный удар нанесла Россия По Наполеону и его объединенному общеевропейскому войску Все, после этого состоялись заграничные походы русской армии Которые закончились взятием Парижа И отречением Наполеона В рамках Отечественной войны прошел такое событие Как Совет в Филях 1 сентября 2012 года Тогда было принято тяжелое для русской армии Для России в принципе решение Об оставлении Москвы За эту идею высказался Кутузов С мотивацией такой Что мол с потерей Москвы не потеряна Россия И если мы потеряем армию То тогда Наполеон нам точно Палки в колеса вставит И мы не сможем достичь поставленных в войне целей Да, это был совет Сделанный буквально через 5 дней После кровопролитнейшего Бородинского сражения Все, вот так выглядел примерно Совет в Филях Согласно мнению художника Алексея Кившенко И вот так он выглядит согласно мемам Которые мы в 21 веке с вами тоже активно используем Для образовательных целей Все, Александр Первый умирает Ему наследует его брат Николай Первый Потому что Александр Первый был бездетным Вот, Николай Первый Павлович Палкин Прозрачу получил за любовь к палочной дисциплине Правил 30 лет с 25 по 55 год Был третьим сыном Павла Первого Вообще править не должен был Его не готовили к власти Поэтому он получил классическое военное образование Был, кстати, в этом очень хорош Составлял уставы там, солдатской службы и прочее Знал не понаслышке о муштре О том, какие упражнения выполнять со штыком С ружьем и так дальше Был достаточно хорош с собой Огромный император Ростом 2,05 сантиметров С широкими плечами Узкой талией С бездонными голубыми глазами В которых растворялись придворные дамы Вот И вот этой вот военной философии Да, то есть он получил классическое военное образование Что было типично для всех Романовых Кто был не цесаревичем То есть не наследником Вот первого сына готовили Государевой службы, да Административной и так дальше Всех остальных просто отправляли в военное училище Это была такая традиция не только в России Но и по всей Европе Вот Время правления Николая Это целая эпоха, да Тридцатилетняя Ее традиционно считают там Консервативной, реакционной Что вот он все запрещал И что правление-то его началось Как мы с вами помним С восстания декабристов, да Поэтому Николаю это не очень сильно нравилось Да, что он в первый день своего правления Был вынужден там положить в картечь Около тысячи человек На Сенатской площади Петербурга И вот он поэтому боролся С любым проявлением инакомыслия Вот И это обусловило его правление С одной стороны так и есть Безусловно Но нельзя отрицать Нельзя Отрицать и другую сторону Николаевского правления Что это был период Ну по сути Золотого века развития российской культуры Это время Пушкина, Гоголя, Лермонтова Это время Михаила Глинки Да, это время там Карла Брюлова И еще бесчисленного множества Талантливейших людей Это было время начала Промышленного переворота в России Да, это время строительства Первых железных дорог как раз Вот одна из которых носит название Николаевская Между прочим по имени Николай I Дорога из Петербурга в Москву Вот Это было время Активнейшей работы Над крестьянской реформой Да, об отмене крепостного права Вот его отменили уже потом При сыне Николая Александре II Но де-факто Мы должны это помнить с вами Конечно же Вся эта реформа отмены крепостного права Зиждилась именно на деятельности Секретных комитетов Которые учреждал Николай I Их было аж 9 штук Которые принимали участие Да, вот придумывали концепции Как освободить крестьян с наименьшим Так сказать, вредом для всех сословий Поэтому Николай делал очень много И с точки зрения прогресса для России Мы это должны понимать Вот, самое главное по Николаю Да, это, если мы говорим про его политику Опять-таки, консервативную Это создание третьего отделения канцелярии По сути, корпус жандармов Борьба с инакомыслием Александр Беккендорф там был руководителем Это издание чугунного цензурного устава Резкое усиление цензурного гнета Это ликвидация автономии университетов Вот, это утверждение официальной идеологии Первый, да, теория официальной народности 1833 год Автор Сергей Уваров Но, в то же время Это и создание нового свода законов Под названием Полное собрание законов Российской империи Да, автор как раз-таки Михаил Спиранский Сумасшедшее дело сделал Вот, Спиранского мы за это отчаянно должны респектовать И по сей день юристы вообще Спиранского за это не просто уважают Они его там в ранг бога почти возводят Потому что до Спиранского У нас представления о какой-то систематизации законов вообще не было А Спиранский взял и просто он 45 томов Там перелопатил что-то 40 тысяч документов, по-моему, каких-то законодательных Отсеял нужные, ненужные, действующие, недействующие То есть это прям сумасшедшая работа Вот Ну, про железные дороги уже сказал Про крестьянскую политику тоже сказал Вот яркий пример Это указ об обязанных крестьянах Ну и разумеется по войнам, да, тоже пройдемся Николай воевал много Воевал успешно он с Ираном 26-28 с Турцией 28-29 подавлял восстание в Польше В Венгрии И, собственно говоря, последней войной для Николая Стала война Крымская Война, по сути, с Турцией И ее поздними сателлитами Да, это Англия Это Франция Это Королевство Сардиния К сожалению, в этой войне мы проиграли Но Николай поражение этого не застал Потому что он умер во время войны И считается, что он не смог выдержать позора военного поражения Потому что он же не был административным управленцем Но он считал себя вполне себе компетентным солдатом и военным И вот когда он понял, что Россия при нем неплохо развивается Там в экономической, например, сфере Но при этом оказалась абсолютно не способной в военной сфере Что-то противопоставить нашим давнишним врагам Да, он вот не смог с этим смириться И, в общем, жить особо не хотел В общем, искал смерти легкой В итоге простудился, заболел, скончался Все, про декабристское восстание пару слов тоже скажу Да, хотя, в принципе, есть прекраснейший фильм «Союз спасения» Есть докудрама «Дело декабристов» от Стармеди Тоже советую вам с ним ознакомиться Произошло событие 14 декабря 2025 года Декабристы вышли на улицы, на Сенатскую площадь Декабристы — это ребята, которые там топили за преобразование в стране Да, молодые дворяне, заряженные очень Там средний возраст их был порядка 22 лет, по-моему То есть они вообще прям молодежь-молодежь Они там что-то целый день стояли У них весь план пошел по одному месту Не смогли договориться ни друг с другом, ни с властью Застрелили генерал-губернатора Петербурга, которого послали на переговоры И, в общем-то, тем самым приговорили себя к довольно жесткому в их сторону отношению со стороны власти Николаю ничего не оставалось, кроме как их разогнать с помощью картечи Вот, погибло много людей, хотя поначалу пытались договориться как могли Все, значит, есть у нас мем тоже посвященный этой теме Для того, чтобы легче запомнить дату, да Против власти восстаем опять 18-25 18-25 Все, переходим к следующему правителю, дорогие друзья Александр II, а.к.а. Освободитель Правит он с 1955 по 1981 год Это старший сын Николая I Тоже рослый мужчина, 195 сантиметров в холке Воспитан был в либеральном духе, не в пример отца Специально Николай I дал вот своему сыну самое, что не наесть либеральное образование Потому что понимал, что вот он не дорабатывает по либеральной теме Да, вот сын его должен наоборот очень хорошо себя ощущать Александр II слуг красавчиком Жены прочили даже британскую принцессу Викторию, будущую королеву Но не сложилось Получил качественное образование Попутешествовал по России и по Европе В общем, очень и очень сознательно подошел к вопросу правления И перенял Россию, да Сразу начал проводить целый цикл реформ, позднее названных великими Да, самое главное из этих реформ, это, конечно же, отмена крепостного права Вот, провел он реформы, огромное множество Россия при нем росла как на дрожжах и в экономическом, в ином плане Кое-чего присоединяли и по внешней политике, разумеется И вообще статус страны был, так сказать, возвращен к позициям Великой европейской державы Однако, да, незадача на Александра Второго Как побочный эффект от его чрезмерной либерализации общественной жизни Открыли буквально охоту Потому что расплодилось в большом количестве революционное движение Революционеры считали, что Александр недостаточно либерален Хотя, блин, более либерального правителя у нас вообще сложно было представить Типа, Александр хотел даже конституцию вести под конец своей жизни, да Хотел, собственно говоря Хотел сделать так, чтобы его власть была ограничена Ограничена другими органами власти, народного представительства То есть, по сути, речь шла о том, чтобы Россия стала конституционной Или парламентарной монархией вместо абсолютной Вот Александр Второй на такое был готов Но ему даже не дали с этой мыслью немножко пожить, да Потому что буквально сразу после того, как он начал об этом задумываться Его убили Убили в результате седьмого покушения, да Представители организации «Народная воля» Самое главное по Александру Это великие реформы Это издание манифеста об освобождении крестьян Это проведение военной, земской, цензурной реформы Судебной, городской реформы Было огромное множество Создание местных органов власти, земств, городских дум Преобразование армии Переход от рекровской повинности к всеобщей воинской повинности Либерализация общественной жизни Самый либеральный цензурный устав был издан Возвращена автономия университетам То есть, сумасшедшим образом страна преобразовывалась Судебная система так вообще стала апофеозом либеральности То есть, у нас и суды присяжных появляются, и адвокаты, и нотариат Все это, все эти институции, которые сейчас с нами существуют Они появляются вот не так давно Спасибо Александру Второму Ну, а по внешней политике получается Это заключение Парижского мира по итогу Крымской войны все той же Нейтрализация Черного моря Это ликвидация позорных статей Парижского мира Да, циркулярная нота Горчакова и Лондонская конвенция 71-го Это русско-турецкая война 77-78-го После которой Россия, ее статус возвращается к очень-очень хорошему Россия занимает свое место среди великих европейских держав Укрепляет свои позиции на Балканах Хотя война это очень много от нас потребовало сил Мы огромное множество людей потеряли Самая кровопролитная двусторонняя русско-турецкая война была Но при этом она не принесла нам типа эквивалентного такого прибытка Поэтому Александр считал эту войну личным поражением для себя Ну, по отмене крепостного права много уже сказанного вам и будет И было вот на моих курсах можете, да, там поинтересоваться Мы там вообще чуть ли не полчаса про отмену крепостного права говорим Это не просто дата какая-то, да, то есть это дата, изменившая очень-очень много Изменившая сознание людей И вот спустя полвека после отмены крепостного права Это стало довольно очевидно То есть те положительные стороны, которые это событие нам принесло Хотя вообще реформа была противоречивой То есть задача ее была удовлетворить кое-как и крестьян, и дворян, и государства То есть вот три игрока, все должны были бы остаться с чем-то Именно поэтому реформа имела такой, знаете, незаконченный характер Современники там некоторые радикали называли ее великим ограблением крестьян Да, не освобождением, а ограблением Потому что крестьяне освобождались не просто и безусловно, да А с огромным количеством нюансов То есть они должны были там выплачивать выкупные платежи Те, кто не выплачивал, оставались на временно обязанном состоянии Они не могли сменять место жительства 9 месяцев 9 лет точнее первых Они, значит, сохраняли рекордскую повинность Они сохраняли барщину оброк В большинстве случаев у них оставалась крестьянская община, круговая порука То есть сохранялось многое Что, да, и по сути главным плюсом отмена крепостного права стала личная свобода То есть у них вот действительно появилась возможность там дело свое заводить Бизнес, да, там жениться без спроса помещика охренеть можно Вот, но в целом, конечно, отмена крепостного права Это очень и очень относительная история И это доказывается, в общем-то, большим количеством крестьянских выступлений Которые прошли в частности в селах Бездны и Кондеевка Да, в тогда же 61-м году крестьяне не могли поверить, что их освобождают на таких плохих условиях Вот, про причины проведения реформы тоже я вам немножечко рассказывал Да, кризис крепостнической системы, неэффективность крепостнической системы Вот, ну и, в общем-то, и соображение гуманности туда же можно присовокупить Просто уже крепостная система не кострила, как раньше И считалась пережитком, да, рудиментом общественных отношений Ладно, умирает Александр II, 1 марта 1881 года Спасибо народовольцам, вот, ну, в плане это сарказм, конечно же Надо любой терроризм осуждаем, а уж такой-то и подавно Плюс еще Александр II умирал в страшной смерти, ему наследует его сын Александр III, получивший прозвище Миротворец Правит он 13 лет, да, такой царь русофил, метр девяносто три Ростом получил классическое военное образование, так же, как и Николай Потому что не планировался как наследник У него был старший брат, который должен был править Но вот этот старший брат, к сожалению, скончался в Европе во время европейского турне Вот, и Александр III, как мог, 13 лет страну буквально на своих руках держал Вот, был царем русофилом, идеей своего управления сделал контрреформы Да, вот слово связано именно с ним Контрреформы, это, по сути, что такое контрреформы, да? Контрреформы — это политика, направленная на консервацию текущих порядков На борьбу, опять-таки, с инакомыслим, с революционным движением У Александра III была простая идея Он очень боялся покушений на себя Ему очень не нравилось, разумеется, что он пришел в классе после того, как у его отца в ногах взорвалась бомба Да, эти ноги ему оторвало, и все вот эти страшные кадры Александр III воочию видел То есть он огромный мужик, прекрасно понимал, что вот Александр II стал заложником того либерального Тех либеральных преобразований, которые он сделал, да? Что вот он много либеральничал, вот с ним так обошлась судьба Я не буду либеральничать, наоборот, все там везде гайки по, что называется, затягиваю И будет мне счастье Вот так выглядит Александр III миротворец Целую плеяду интереснейших реформ он сделал И вот опять-таки нельзя его назвать исключительно консерватором Да, если так на поверку говорить, да, он все ограничивал, да, всю власть там земских, земств, городских дум, он все ограничивал, да, он там очень, ну не жесточайшим образом, но сильно изменил судебную систему Сделал так, что малообеспеченные граждане не могли там становиться присяжными, да, сделал закрытыми судебные заседания какие-то Усилил, так скажем, власть местных органов над крестьянскими общинами и крестьянским самоуправлением, да, разрешил местным властям, там, например, в губерниях вводить режим чрезвычайного положения Закрывать университеты по одному своему, по одной своей прихоти, то есть, ну это были беспрецедентные для того периода меры Однако в то же время он стоял у истоков, например, рабочего законодательства, да, именно при нем появляются первые законы, обеспечивающие защиту прав рабочих До этого рабочие просто были бесправны, огромной группой населения При нем появляется, да, и облегчается положение крестьян, да, отменяется, например, временно обязанное состояние Отменяется подушная подать, которая с Петра Первого, да, еще полагалась, как, ну, типа, налог на крестьян Вот, то есть, Александр Третий тоже был человеком неглупым, он понимал, куда нужно стремиться, куда нужно двигать страну И по мере возможности стремился это делать, вообще спрос с него не должен быть Очень сильно, я считаю, человек получил военное образование, то есть, он вообще не бум-бум был в политике И вот, когда он уже вырос в сознательном возрасте, получил образование, оказалось, что он теперь будущий наследник И здесь, в принципе, уже мало чем можно поделать, если глобально смотреть Его просто к этому не готовили, со своей задачей для того периода, как по мне, он справился неплохо Вот, значит, издает он манифест о незыблемости самодержавия Вот, издал указ об обязательном переводе крестьян на выкуп, усилил цензуру, разумеется, да, но при этом отменил подушную подать Издал циркулярок у Харкиных детях, по которым запретил, да, детям из низших сословий поступать в гимназии Зато не запрещал поступать в технические училища То есть, по сути, способствовал тому, что в России росло число технарей и сокращалось число гуманитарьев То, что мы, в принципе, и сейчас с вами наблюдаем, когда вот у нас увеличиваются проходные баллы по гуманитарным направлениям Да, сокращается количество бюджетных мест в гуманитарных вузах, но при этом растет число бюджетных мест на инженеров, строителей и прочих там механиков И, разумеется, растет популярность и пропаганда среднего специального образования, да, то есть, чтобы люди заканчивали ПТУшки Вот, примерно то же самое было и тогда, потому что закончился промышленный переворот у нас, потому что страна нуждалась в технических специалистах А гуманитарии были не так актуальны для того момента Вот, ну и, в общем, начало строительства Транссиба, да, тоже такое важное событие, на ЕГЭ постоянно попадается Все, напишите в комментариях, кстати, как вам этот ролик Мне будет приятно услышать обратную связь, не забывайте лайк ставить Вот мы переходим к последнему правителю из XIX века, он совсем немножко XIX век застал, но все равно про него расскажут Да, это Николай II, конечно же, правит с 1894 по 1917, сын Александра III В отличие от своих предшественников, ростом был совсем низкий, да, там на 20 с лишним сантиметров ниже, 171 Хороший парень, да, набожный христианин, любящий семьянин, безусловно, прекрасный человек, но, к сожалению, не очень хороший Правитель не смог он распутать вот все вот эти узелки противоречий, которые там у нас в стране были Да даже одной сотой, наверное, этих узелков не распутывал, вообще вряд ли к этому стремился Вот, хотя получил хорошее образование и был цесаревичем, то есть он прекрасно осознавал ту ответственность, которая на его плечи ложится по праву рождения Но вот, честно говоря, да, с этой ответственностью справиться не смог и, собственно говоря, закончил свою жизнь достаточно печально Да, как мы помним, его расстреляли в Ипатьевском доме вместе с семьей в Екатеринбурге в ночь 16 на 17 июля 1918 года Вот, Николай оставил по себе противоположные, противоречивые впечатления, потому что он действительно был хорошим человеком, никто с этим не спорит Но вот некоторые черты его, так скажем, характера, да, его неспособность взять на себя именно волевую ответственность Его неспособность быть самостоятельным центром принятия решений, его зависимость от мамы, от жены, от всяких проходимцев придворных, да Который там, он, его, там, типа, излишнее внимание к мистицизму, которое тогда было популярно, да, и, там, что он решение политически принимал, там, опираясь на приметы иногда Вот, его неспособность вообще выработать для себя понимание, да, как он хочет править и вести страну Оно вот в итоге привело к тому, что у нас такая неразбериха внутриполитическая началась Все это закончилось весьма и весьма печально, Российская империя прекратила свое существование Хотя, повторюсь, да, Николай не был плохим человеком, безусловно, но политиком был посредственным Вот, при нем проводится денежная реформа Витте, при нем начинается и заканчивается русско-японская война Ужасная для нас, да, оканчивается она Портсумским миром, Цунцусимская трагедия, можем вспомнить При нем Первая Российская революция произошла, при нем была проведена аграрная реформа Петра Столыпина И вообще Столыпин при нем действовал достаточно интересно, хотя закончилось все для него печально Да, этот политик прекраснейший был убит в сентябре 1911 года При нем происходит Первая мировая война, Россия в ней принимает активное участие, к сожалению, тоже неудачное Вот, ну и, собственно говоря, да, отрекается от престола Николай 2 марта 1917 года Рассказать про Николая можно очень много, и я это делаю в отдельном ролике на своем канале Там, посмотрите, поищите Наверное, мы с вами отдельно как-нибудь еще в рамках открытого вебинара об этом поговорим Ну и на закрытых курсах, на годовом, полугодовом, да, там, типа, обязательно тоже будем об этом говорить Так что всех, как говорится, приглашаю Вот, событием тоже примечательным здесь стала как раз смерть Петра Столыпина Да, был он убит Дмитрием Багровым Ну, чтобы вы понимали, Столыпин это такой политик-националист отчасти, да, достаточно грамотный, заряженный, знаете, как кризис-менеджмент Кризис-менеджер, как бы его сейчас назвали То есть человек, которого поставили во главу власти наши, сделали председателем кабинета министров в период Первой Российской революции Он смог путем, вот, методом кнута и пряника приструнить воинствующую общественность То есть, с одной стороны, он проводит свою аграрную реформу, издает еще огромное количество указов интереснейших А с другой стороны, он гасит неприятные настроения радикальным образом Он вешает людей, да, он их преследует То есть, он старается одновременно, так сказать, как в Англии, это carrot and stick У нас кнутом и пряником действовать Вот, ну и, собственно говоря, нажил он себе немало противников Все для него закончилось печально 1 сентября 1911 года он был смертельно ранен в Киеве И похоронен там же, был в том же месте, там спустя Несколько недель в Киево-Печерской лавре Там до сих пор и покоится Вот, так выглядит Петр Столыпин в гробу Да, тоже с помощью таких картиночек мы об этой теме должны помнить Вот, девушка с машины времени, да, там я собираюсь навестить себя в молодости Парня с машины времени, Петр Аркадьевич, возьмите с собой, пригодится Протягивает пистолет Вот, так все бы и было, если была машина времени Все, мы прошли последних 5 романовых, да Которые ознаменовали своим правлением весь 19 век Российской империи Вот, расчет был окончен на Николае Втором И предлагаю все это дополнить, как я и обещал, да Сцены расстрела царской фамилии Сцена очень и очень натурализованная Ну, натуральная Поэтому те, кто излишне впечатлителен и эмоционален Лучше тогда не смотрите, потому что тут прям жесткие кадры Все, мы начинаем смотреть Наши враги за границей распространяют слухи, что вы и ваша семья ликвидированы Это неправда Вы живы, здоровы Сейчас мы сделаем фотографию, чтобы опровергнуть эти слухи Николай Александрович, встаньте, пожалуйста, поближе Еще ближе Смотрите Вот так Ольга Николаевна, Татьяна Николаевна, встаньте К своей матушке ближе Мария Николаевна, чуть правей Доктор, чуть левее Теперь хорошо Теперь всех видно Решением из полкома Урала Совета Вы, Николай Александрович, и ваша семья Приговорены к смерти И сейчас будете расстреляны Что? Что вы сказали? Повторите Господи, прости их, не ведают, что творят ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот примерно так оканчивается династия Романовых А вместе с ней и очередной виток, очередной этап Нашей многострадальной и очень противоречивой истории На этом все Спасибо вам за внимание Мо хорошее Смотрите другие мои ролики, презентации шорцы Буду рад видеть вас на своем канале И на своих курсах Такая история Конец ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!